Наша дружба 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 Я мог бы женить на себе весь балет Большого театра, но я не тороплюсь. Мне говорят, слушай, Сибирь Звун, для тебя есть девушка в Ташкенте, стройная, как козочка, ароматная, как персик. Что, в Ташкенте? Улица Новый 65, вход со двора налево отдельная квартира с отцом? Да. С черными глазами заикается? Да. Тетя болела с желтухой с 1936 года? Да. Хорошая девушка, но зачем привязывать себя к одному месту? Я всю жизнь мечтал, менял адреса и менял места работы. Менял, когда мне нравится, пейзаж за окном или голоса сотрудников. Зачем же мне затихать вдали? Я сказал себе, Сибирь Звун, тебе рано отдавать еще, ты не все еще взял от жизни. И я сбежал от одной девушки, от одной врачей, до центра. Вот такая толстая диссертация. И тема интересная, что-то нам в носу. Такая умная женщина, бывало, пора не быть. Бурю, глою, небо, крови. Откуда это Сибирь Звун? Я только открывал рот и напрягал память, как она говорит. Ты прав, это Пушкин. С ней я пошел дальше всех. С ней я дошел до ЗАГСа. У меня уже был букет. Мы с ее мамой перешли на ты. А папа подарил мне белые тапочки. И тут я сказал, сто сибирь Звун. Она чудесная женщина, со всеми удобствами, с горячей водой в прекрасном районе. Но умна, угнетающая. С таким же успехом можно жить в библиотеке или спать в машиносчетной станции. И я бежал к третьей. Та ничего не соображала. И я почувствовал себя человеком. Я скрыгал астрологию. Я пел и решал кроссворды. А она сидела, раскрыв рот. Когда человек, раскрыв рот, смотрит на вас целый день, это приятно, но через месяц это начинает раздражать. Я ей говорю, закрой рот. Я уже все сказал. И хотя бы лужин. И нас поздравляли. И ее папа подарил мне белые носки. Я сказал себе, стоп, сидит. Шутки, шутки, но могут быть и дети. И я лежал домой. День живых людей. Меня ждет только зеркало. Но сегодня, женщины, у нас с вами большой день. Я чувствую, что я созрел. Сегодня я выгляжу как никогда. У меня еще стройная фигура. Блестящая в некоторых местах голова. Слегка подкашивающиеся ноги. Небольшое прищептывание при разговоре. Посвистывание при дыхании. Поскрипывание при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к любой стенке, со мной еще очень-очень можно поговорить. О 8 марта, о весне, о вас, женщины. Готовьтесь, птички. Я еду к вам на трамвай.